На телеканале ННТ новости 24 в студии Махач Курбанов. В начале выпуска короткий анонс о том, что вы сегодня увидите. Итогом второго дня визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдельазиза Аль Сауда в Москву стало подписание целого ряда соглашений в экономической, политической и военно-технической сферах. Активисты Народного фронта проверят поликлиники Дагестана. Какие именно, зависит от обращений граждан. Партия «Единая Россия» просит Минэкономразвития рассмотреть возможность федерального финансирования частных детсадов Еслей. Итогом второго дня визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдельазиза Аль Сауда в Москву стало подписание целого ряда соглашений в экономической, политической и военно-технической сферах. В частности, Москва и Эр-Рият намерены сотрудничать в областях атомной энергетики, высоких технологий и развития железнодорожного сообщения в Саудовской Аравии. Кроме того, власти ближневосточного государства проявили интерес к российским зенитно-ракетным комплексам С-400. По мнению экспертов, ключевая внешнеполитическая тема двусторонних переговоров – Сирия. Ни для кого не секрет, что ранее Эр-Рият активно поддерживал вооруженную оппозицию в сирийском конфликте. Обвиняли саудитов и в поддержке экстремистских группировок. Сейчас, однако, саудовский король заявил, что его видение решения сирийского конфликта совпадает с российским. Как заявили на итоговом пресс-брифинге министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Адель Али Джубейр, обе страны выступают за политическое урегулирование в Сирии. Саудовский министр подчеркнул, что Эр-Рият поддерживает усилия России в рамках астанинского процесса. А Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва позитивно относится к попыткам Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции. В то же время саудовский король подверг резкой критике Иран, партнера России по урегулированию в Сирии и переговорам в Астане. Активисты Народного фронта проверят поликлиники Дагестана. Какие именно зависят от обращений граждан. В середине октября в Махачкалу приедет координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Рожков. Вместе с дагестанскими фронтовиками он проверит поликлиники, на которые придет больше всего жалоб. Проект «Народная оценка качества» формирует систему обратной связи между гражданами и органами власти по вопросам работы поликлиник, школ и детских садов. Каждый может высказать мнение о качестве работы медицинских учреждений на сайте narozenko.ru. Ориентируясь на оценки граждан, ОНФ проведет свою проверку, по итогам которой руководству учреждений, а также местным властям будут направлены обращения с просьбой исправить ситуации и обеспечить должный контроль качества работы. Партия «Единая Россия» просит Минэкономразвития рассмотреть возможность федерального финансирования частных детсадов и яслей. По задумке инициаторов предложения, средства обойдут на оплату помещений, зарплаты педагогам и другие нужды. Соответствующее обращение было направлено в экономическое ведомство по итогам заседания социальной платформы «Единая Россия». В партии полагают, что такие меры позволят решить проблему доступности детских садов для населения, а также снизить конечную стоимость услуг. Далее короткий обзор новостей. Артисты государственного ансамбля танца «Дагестана Лизгинка» провели мастер-класс в университете Палестина. Университету пришлось пересмотреть график работы. Желающих посетить мастер-класс артистов известного во всем мире ансамбля оказалось так много, что в ВУЗе отменили занятия. Дагестанцы напишут всероссийский экономический диктант. Он пройдет 12 октября в Махачкале на базе экономического факультета ДГУ. Основной целью проведения диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения и развитие экономической активности населения. Дагестан вошел в десятки регионов страны по количеству зарегистрированных на портале госуслуг. Сегодня в республике доступ к электронным услугам имеет около полутора миллиона граждан, что составляет более 62%. В начале текущего года этот показатель составлял 300 тысяч человек. Накануне, в День Учителя, депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил спортивную площадку школе номер 4 города Махачкала. В праздничный день была проведена торжественная линейка, на которой состоялось открытие площадки. В ходе мероприятия директор школы Ирина Пашук выразила благодарность депутату Магомеду Гаджиеву за подаренную площадку. По словам директора, школа нуждалась в этой площадке. Теперь дети будут еще больше заниматься спортом и привыкать к здоровому образу жизни. Площадка это самое малое. Я думаю, эта школа у нас будет как бы, не скажу, что прям на 100% по печенью, но мы будем очень сильно внимание обращать в эту сторону. Всем, чем можем. И мы, и Гаджи Мурат. Ну и напоследок курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 76 копеек, евро 67 рублей 53 копейки. Смотрите наши новости и на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!